друзья всем огромный привет и сегодня у нас снова рубрика как обрабатывает я кстати создал новый плейлист ссылка на который будет в описании к этому ролику и где вы сможете всегда быстро удобно найти то или иное видео нужного и интересного вам автора фотографа или блогера в одном из недавних роликов у нас с вами был разбор обработки одного из самого лучшего как я считаю да и многие как считают мобильного фотографа из краснодара андреяна а сегодня у нас разбор стиля обработки я на лавринович а который из краснодара перебрался в оркуту и для многих из нас это примерно выглядит как будете у нас на колыме будете у нас на колыме милости просим нет лучше вы к нам ну да примерно как то так но на самом деле это очень интересное место для фотографов невероятно красивыми местами и удивительной природой также ян очень много путешествует и у него очень много фотографий с различных интересных мест и локаций его блог в instagram это полноценный канал для общения с его зрителями где много не только красивых фотографий но и замечательных видео снятых с коптера советы по съемке и обработки много общения с подписчиками интересные мысли и конечно же его невероятный необычный стиль обработки который и подтолкнул меня к разбору его способа ретуши фотографий и благодаря всему этому блок я на очень динамично и быстро развивается и на момент выхода этого видеоролика количество его подписчиков составляет 11600 фолловеров то немало согласитесь теперь пару слов об обработке я на это очень интересный мягкий стиль минимализма в цветах мягкие шелковистые тени и если сравнивать его способ обработки с живописью такой стиль напоминает мне картины написаны акварелью вы только посмотрите какие замечательные интересные красивые и просто шикарные кадры я с трудом уговорил я на предоставить нам несколько кадров для того чтобы сделать на канале разбор его ретуши итак друзья что мы имеем у нас с вами есть его исходники это фотография основная с которой мы будем сегодня работать будет находиться по ссылке в описании к этому видео так что скачивайте и сегодня мы попробуем с вами угадать как он добивается такого эффекта при ретуши изображений еще друзья перед тем как мы с вами начнем ретачить я хочу вас предупредить мы сегодня не будем долго и упорно гнуть с вами кривую ну точнее так кривая мне далась очень тяжело и как потом я мне рассказал оказывается он обрабатывает путем применения лутов причем ни одного или двух у него есть несколько своих лутов и он использует различные их комбинации и степени смешения для того чтобы получить нужную ему тонировку и наверное поэтому у меня ушло очень много времени для того чтобы повторить кривую и создать от света теневой и цветовой рисунок который использует ян я настройки этой кривой сохранил в пресет пресет вы также скачаете с изображением примените и дальше мы уже с вами будем заниматься цвета коррекцией и да если вы недавно на моем канале и не понимаете про что идет речь я сейчас говорю про кривую я сделал специально такой плейлист где находится все видео в которых я показываю что как и для чего вообще делается с кривой для чего это нужно и для чего производятся такие манипуляции и да друзья не забывайте сохранять ваши любимые кривые в пресет для того чтобы в дальнейшем ускорить и облегчить вашу обработку ну вот со вступлением пожалуй все и давайте приступим к обработке поехали итак друзья перед нами две фотографии слева это фотография я на я ее поставил как референсное фото для того чтобы наблюдать и повторять собственно говоря настройки справа это чистый исходник который мне дал я он снят с коптера и это можно увидеть если кликнуть вот сюда удалить хроматические аберрации включить профиль коррекции вот как вы видите здесь сразу появляется информация об объективе и как мы видим что фотография снята на диджай мавик про это формат роу и поэтому перед нами такое уже изначально красивое мягкое изображение и теперь давайте приступим к обработке как я уже говорил кривую мы с вами сегодня гнуть не будем я применяю пресет кривой который я сохранил после того как вы примените пресет с кривой вы можете сохранить в виде отдельного пресета в панели тоновая кривая для этого кликните вот сюда на задать и кликните сохранить после чего вы можете сохранить этот пресет итак друзья мы с вами применили пресет с кривой у нас изображение стало очень контрастная ну и сразу хочу добавить что я когда работаю с фотографиями я постоянно перехожу из одной панели в другую но сегодня мы с вами будем идти пошагово поэтому изначально наша кривая получилась вот такая вот достаточно жесткая ну тем не менее итак друзья первое с чего мы начинаем это мы прибегаем к базовым настройкам температуру мы пожалуй трогать не будем ну разве что наверное я оттенок сразу в виду где-то примерно на минус 2 для того чтобы ваши движения были очень четкими плавными и ювелирными вы когда работаете с ползунками удерживайте кнопочку shift дальше после этого мы экспозицию с вами поднимаем примерно на 051 сделаем фотографию посветлее вот таким вот образом и контраст я прижму посильнее на минус 89 цвета мы с вами тоже прижимаем это сразу нам дает дополнительную информацию светлых областях и сделаем ее пожалуй на наверное вот на минус 78 так становится более похоже дальше друзья мы с вами добавим информацию в тенях сделаем ее пожалуй плюс 69 остановимся на этом . белого мы убавим уберем лишнее белое свечение поставим ее на значение минус 52 а точку черного повысим слегка прям чуть-чуть до значения я думаю ну где-то 5 будет достаточно далее друзья коррекция дополнительно текстуру не трогаем четкости добавим побольше я думаю где-то 60 61 где-то вот на таком вот уровне и слегка прибавим сочности прям буквально плюс 8 а насыщенность наоборот прижмем я думаю на уровень минус 11 теперь друзья давайте переместимся в панели чисел теперь самое интересное мы будем работать с вами с цветами как вы видите у я на на фотографии практически полностью отсутствует синий цвет ну и наверное да давайте мы с вами полностью убираем синий цвет также мы с вами полностью берем зеленый цвет уберем аквамарин ну и пожалуй фиолетовый и пурпурный теперь друзья нам с вами нужно поработать с оттенками цветов получить в тенях вот такой вот красивый сизенький цвет а зеленый превратить вот в такие красноватые вида желтый при этом у должен стать более такой вот у нас розоватый и так что мы для этого делаем давайте мы с вами красный сделаем чуть-чуть потеплее где-то примерно на уровень 30 оранжевый наоборот уберем в сторону красных примерно где-то на пожалуй на 25 теперь смотрим на желтый уводим в сторону оранжевых оттенков где-то примерно наверное наверное на 36 вот цвет уже стал похожий почти похожий зеленый полностью уберем влево вот он стал уже немножко у нас похожий на фотографию я на так друзья давайте теперь посмотрим аквамарин нас аквамарина почти нету но я почему-то когда подбирал настройку поставил его на плюс 70 сейчас уже не помню но наверное чем-то руководствовался а синий мы с вами уберем сторону аквамарина ну совсем чуть-чуть где-то примерно на минус 10 вот таким вот образом фиолетовый пурпурный мы с вами не трогаем его здесь нету чтобы не вылезли какие-то мелкие артефакты я в насыщенности убрал их изначально на минус 100 передавайте поработаем с яркостью со светимостью цветов как видите желтый у нас немножко потемнее вот и мы поэтому с вами оранжевый желтый прижмем оранжевый я сделаю на минус 17 желтый я сделаю пожалуй на где-то на наверное на минус 14 и теперь мы синий сделаем немножко потемнее ну я думаю что где-то где-то 40 вот в этих местах у нас стало с вами о темнее и очень похоже и так друзья мы практически с вами обработали но нам не хватает теперь тонировки и не хватает немного сочности в цветах вот чтобы добавить сочности в цветах мы с вами переходим в калибровку переходим в калибровку и давайте мы с вами в первичном синим канале уведем его влево прям посильнее где-то на 3033 вот таким вот образом и теперь давайте мы первичный зеленый канал сделаем с вами где-то примерно на минус 51 насыщенность первичным зеленым мы подвинем с вами на плюс 7 и первичный красный канал мы с вами подвинем в сторону малиновых оттенков где-то примерно на минус 5 сделаем слегка его похолоднее теперь друзья давайте добавим немножко виньетки переходим в панель эффекты делаем с вами значение где минус 14 центральную область делаем 25 округлость плюс 35 и растушевку 85 и добавим чуть-чуть зерна где-то буквально 10 будет достаточно наша фотография получилась немного теплее но мы теперь с вами перейдем в раздельное сплит тонирование давайте сначала поработаем с тенями и цветовой тон мы с вами поставим на значение 205 насыщенность но немного сделаем пятерочки будет достаточно мы с вами пропустим средние тона не будем с ними работать перейдем света и в светах давайте мы сделаем с вами вот такую сизенькую окрасочку где-то на 162 поставим цветовой тон и насыщенность делаем посильнее прям где-то вот буквально на 20 и как вы видите с вами у нас вот этот желтый цвет он сразу немного нивелировался но это еще не все друзья теперь давайте мы баланс уведем в сторону теней где-то примерно на минус 38 вот таким вот образом это друзья у нас все очень похоже за исключением одного мой желтый цвет как мне кажется более насыщенный давайте мы его все-таки немножко приглушим ну да пожалуй где-то вот таким вот образом наверное на минус 27 ну вот собственно говоря все мы таким образом подобрали наверное со стороны это выглядело как сборка кубика рубика по схеме но по-другому я не смог бы объяснить потому что когда я подбирал тонировку под ретушь я на я на самом деле потратил на это много времени и просто постоянно переходил из одной в панели в другой смешивая краски пытаясь получить вот что-то вот такое вот подобное ну теперь вы поняли как обрабатывает я за исключением может быть каких-то нюансов которые можно разглядеть под микроскопом принципе у нас с вами получилось очень похоже и достаточно интересно итак друзья ну что же теперь нам осталось только сохранить наши настроечки в пресет создать пресет давайте присвоим название в честь героя нашего сегодняшнего видео режима профиль баланс белого экспозицию я сниму все остальное оставлю ну за исключением градиентного фильтра и и настроек трансформации вот эти все вещи где у меня галочки снят они индивидуальны и так создаем пресет так друзья как вы помните что ян предоставил нам не одну фотографию несколько и у меня есть парочка еще интересных снимков которые мне понравились это чисто городская фотография такой стрит ну в данном случае это метро и мы с вами углубляться уже не будем настройки я просто покажу вам как работают пресеты которые я подобрал под эту ретушь под эту цветокоррекцию и так слева фотография на справа фотография тоже я на но исходник без обработки как вы видите вот здесь абсолютно ничего нету и так применяем с вами присед ну как вам по моему очень даже неплохо получилось но как мы можем увидеть вот в этом месте у нас более сизый цвет здесь более теплый и нам для того чтобы добиться нужного эффекта убрать излишнюю вот эту желтизну нам просто на все необходимо подвинуть температуру до того момента пока мы не получим схожесть в изображении и это будет где-то примерно да где-то примерно вот здесь вот 3626 кельвинов но плюс-минус пару единиц ни на что не повлияют ну вот друзья смотрим на цвета оранжевый серый и ней красный все очень похоже тоже самое и светотеневой рисунок ну конечно же не идеально но не забываем что я используют луты photoshop а я использовал возможности кривых и цветокоррекции в lightroom и друзья еще одна фотография и еще один присед лево у нас обработанная фотография я на и справа у нас исходник если мы применим предыдущий присед у нас будет не очень похоже поэтому появился еще один присед вот номер три и так мы приподнимаем слегка экспозицию и для того чтобы убрать излишнюю синеву а наша фотография приобрела более такой кинематографичный стиль нам нужно сделать ее потеплее поэтому мы двигаем вправо до того момента пока получим нужный нам результат пожалуй вот так вот по моему получилось очень неплохо и я я ну передам все этих три пресета пусть их оценит и попробует на других фотографиях на этом друзья все и если ты был терпелив и досмотрел это видео до конца то у тебя ждет небольшой подарок небольшой сюрприз в описании к этому видеоролику в самом в самом низу будет находиться ссылочка где будут лежать репресета с которыми мы сегодня с вами работали не стесняйся нажать лайк если тебе видео понравилось подписывайся если не подписан чтобы не пропускать следующий полезные интересные видео по ретуши фотографий не забудь заглянуть мой инстаграм где тебя ждет подарок из двух моих наборов авторских пресетов а на этом друзья все желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч до следующего видео ролика